а здрасте всем друзья привет уленьки кто там соскучился по ферме и есть такие короче говоря а вышло в релиз замечательная карта называется спк удмуртия или мать как она называется они знаете с первого раза правильно произнес классно короче говоря это русская карта от разработчика карты регион 18 которая была на 17 ферме и с которой я начинал свою я не знаю можно ли сказать карьеру на ю тубе но короче говоря да первое такое прохождение которое я снимал вообще это была карта регион 18 она мне очень нравилась и нравится до сих пор и в принципе сколько я буду побегал она хороша вот мне понравилось прям ну и в общем то давайте побегаем посмотрим что вообще здесь есть во-первых размер карты идет 4 на 4 то есть она и так понимаю в четыре раза больше чем дефолтная карта регион 18 была заточена под курс-плей скажем так там были прямоугольные поля здесь поля и как видите не совсем прямоугольные но все равно с курс-плеем все прекрасно будет работать во первых есть места где техники развернуться около полей так что все прекрасно и плюс они не такие ровные не так это будет бесить тех кто не любит прямоугольные поля также карта очень хорошо оптимизирована но на компе у меня понятно 60 fps это стабильно будет держаться ноутбуки у меня 60 fps мало какая карта может этим похвастаться при всем при этом выглядит она вполне себе хорошо да это русская карта я не являюсь большим любителем русских карт но здесь знаете ли нету и кучи ржавого мусора которая вот меня бесит в первую очередь на русских картах да здесь есть вот эти вот деревушки да здесь может быть перебор с русским трафиком потому что кроме русского трафика здесь нету вообще ничего а кстати трафик отключился да тут есть такой косячок я не мог выключить трафик то есть в меню нажимаешь выключить он все равно продолжает есть но перед после перезапуска игры это все починилось я знаете ли просто не люблю играть с трафиком тут ездит русский трафик поэтому те кто любят русский трафик будут вполне себе счастливы также тут ездят паровозики туда-сюда обратно и в общем то атмосфера русской карты здесь есть она очень неплохо то же время как я уже говорил здесь нету кучи ржавого мусора которая везде есть которая есть на рассвете и на прочих вот этих вот всеми любимых картах да понятное дело все это на любителя но я высказываю свое мнение и мне больше нравится когда вот так вот плюс стоит отметить что карта не выглядит пустой да здесь вокруг полей есть где покосить травку но все равно все засажено кустиками какими-то что тоже в принципе очень хорошо на мой личный взгляд рельефу карты также есть для тех кого бесят плоские карты тут тоже все замечательно так что в общем то должно понравиться всем и до паровозики катаются это тоже прекрасно может быть кстати можно ими пользоваться самому я не проверяла и как-то пока руки у меня до этого не дошли также кроме полей конечно же здесь есть встроенные пастбище для животных находятся неправда на объединенных территориях и видно их и только если их купить иконок на карте так просто нету здесь у нас находится коровник свинарник и силосная яма да кстати все места вот так вот аккуратно подписаны и ресурсы которые требуются но в общем то ладно дойдем еще до этого так вот есть в общем то здесь такой замечательный коровничек и чуть дальше если пролететь есть замечательный свинарничек поэтому тем кто сильно любит играться в животных тоже есть здесь чем заняться насколько я понимаю вот здесь находится силосная яма если кому-то захочется делать для коровок силос в яме но в принципе ничего не мешает вам где-нибудь на какой-нибудь площадке поставить тот же самый коровник или свинальник если не нравится такое но как по мне так лучше именно вот такие вот пользоваться я люблю знаете ли когда она стоит на карте на том месте где задумал автор я не умею креативить поэтому это не мое также есть еще у нас один участок животными здесь у нас находится загон овец и курятник здесь в общем то тоже все просто небольшой курятничек похож на дефолтный кстати я курочками вообще никогда не занимался в этой ферме поэтому не знаем и вот такая вот овчарня где будут бегать и мекать ваши овечки ну и конечно же да и загон для лошадей тоже есть сейчас мы к нему подлетим находится он прямо вот здесь вот да есть здесь еще большая площадка для установки можете поставить туда что захотите это неважно в общем то здесь есть загон для лошадей сюда можно купить 10 лошадок и если кому-то нравится можно на них даже будет вон тут поскакать попрыгать и по дрессировать их если конечно кто-то упарывается в это дело я на самом деле можно даже было бы попробовать почему нет но с этим понятно животные это тоже везде есть производство друзья конечно же на карте есть еще куча производств и если мы откроем global то и здесь прям но немало скажем так я уже не буду летать вам все здания показывать просто пройдемся по списку что вообще здесь есть ну во первых бойни животных тут понятное дело отвозите сюда животных коровок свиней овец и получаете мяско или шкурку точнее мяско и шкурку да почти везде нужны поддоны питьевая вода коробки я не буду ничего говорить про упаковочные всякие материалы этим здесь придется заниматься рог да здесь есть лесопилка вот здесь вот она находится на карте и вокруг куча леса поэтому пилить вам не перепилить этот лес далее есть водоочистка здесь две линии производства 1 делает вам питьевую воду которая требуется на производствах 2 бутилированную воду из этой же самой питьевой воды с помощью картона поддонов там короче все упаковывается ее можно будет продавать далее завод бродильных напитков это конечно же для людей чуть постарше завод пиво и кваса ну понятное дело из ячменя и водички делается пивасик плюс топлива картон поддоны но это все понятно из пшенички и того же самого делается квас ну и все это дело потом продается также есть зернодробилка которая просто делает отруби есть карьер кстати карьер довольно симпатично поэтому я думаю что можно даже на него слетать я вам покажу вот такая вот здесь хреновина большущие короче сюда приезжайте в этот самый карьер и здесь можно будет добывать гравий и известняк песочка нету но нахрен не нужен требуется правда водичкой топлива но ничего далее лес промхоз здесь у нас производства бруса поддонов и щеподробилка ну понятное дело здесь понятная цепочка из бревен делается брус из бруса делаются поддоны поддоны нужны везде поэтому это производство будет у вас работать всегда но щеподробилка тут просто если вам вдруг понадобилось щипа бревна туда закидываете и щипа на выходе этим я думаю тоже все понятно далее масло экстракционный завод делает подсолнечное масло разливает его тубишь фасует а также делает чипсы странно конечно набор но из подсолнечника делается подсолнечное масло из подсолнечного масла делается масло подсолнечника то бишь фасованное подсолнечное масло ну а из картошечки и этого самого подсолнечного масла разливного также мешки еще нужны поддоны короче до хрена всего делаются чипсики чипсики это прям то что надо также молокозавод из молочка которая дают нам коровки делает масло сливочное или же сыр или же йогурт но для йогурта нужно еще подсластитель подсластитель это патока или сахар смотрите-ка можно будет даже сюда сахарного завода патку возить ай для йогурта нужны ягодки но это на тепличках у нас выращивается для сыра кстати тоже нужен подсластитель а и для масла тоже так что молокозавод но в общем то тут тоже все понятно далее мясокомбинат но видимо и из мяса делать колбасу колбасу и гриль набор классно блин мне аж жрать захотелось я не буду заострять внимание то что везде на пищевых производствах нужна питьевая вода а еще и соевая мука нужно слушайте соевой муки так себе колбаса получается не натуральная ладно также есть тут нефтепереработка во первых на карте находится три нефтяных кустает нефтяные вышки они разбросаны по карте ну и нефтеперерабатывающий завод который дает нам из нами полученные нефти дизельное топливо и мазут вообще сам нефтеперерабатывающий завод находится на севере карты а вот нефтяные вышки они разбросаны по карте например вот здесь находится куст номер два они покупаются как один участок то есть как только вы выбираете нпз то соответственно все нефтяные вышки вам сразу же тоже доступны вот находится первые где-то здесь у меня попадался 2 да вот он прямо внизу в углу карты также есть производство компоста понятно всю органику переделает в компост рыбное хозяйство есть тоже идет выращивание малька который нужно будет покупать кстати тут можно от коробки мешки все будет покупать если вам сильно впадло вот этим заниматься а может быть что-то даже мешки не производится нигде хотя там завод упаковки по моему был и поддоны вот если кому-то впадлу сильно пилить то пожалуйста покупать очень классно это сделано если кто не любит лес настолько же насколько уже не не люблю его я есть завод сельхозхимии которые производят семена удобрения жидкие удобрения и гербициды тут тоже в общем то все понятно есть несколько тепличек теплички кстати у нас на них нужно будет возить обязательно рассаду и есть специальное производство производство рассаду к рассаду можно будет продавать просто а можно будет выращивать теплички то что тут удобрений видимо понадобится и топлива везде много понадобится короче я думаю вы понимаете что нужно лесопилку топливный завод вот это вот все делать то есть можно даже с нефтяных вышек начинать наверно также фабрика извести которая делает известь из известняка основной ресурс получается фабрика упаковки где делаются коробки и мешки да да попадалось она мне ну и конечно же есть еще хлеб завод который делает хлеб батон и пряники мне кажется я пропустил мельницу да я пропустил мельницу я пропустил текстильную фабрику ешкин код а сепаратор миксер это не совсем мельница мельница ж было а мукомольный завод я пропустил добывает простите меня пожалуйста дуру грешную а пшеничная мука кукурузная мука соевая мука у нас производится на этом самом предприятии если можно его так назвать также текстильная фабрика это понимаю там у нас пряжа из шерсти или ткань из хлопка да 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 именно все так и есть так что заводов много в принципе все друг на друге завязано и это тоже довольно весь но если вы заметили в ресурсах я просто не акцентировал на этом внимание есть тут еще такая штука как биржа труда например вот она здесь не одна и здесь короче у нас сидят работяги да кроме всех ресурсов нужно будет еще и развозить рабочих на карте вместе с картой палит берутся как кпс сдала но прикольно ладно так вот вместе со всеми ресурсами еще нужно будет привозить рабочих вместе с карты идет автобус для всего этого дела но я забыл его поставить есть магазин покупает продукцию согласно выставленным поддоном перед магазином работает круглосуточно и вот пожалуйста сюда можно загружать вот это вот все дело видите продукции здесь довольно таки много да чё уж это самое можно тут промотать и увидеть что его здесь прям прям до хрена и это тоже классно меня и меня знаете ли есть такие вот приятные отсылки к региону 18 все это с одной стороны так знакомо так классно также владимир ильич здравствуйте вот короче говоря вот такая вот карта и есть у меня небольшое подозрение что можно даже снять какое-то небольшое прохождение по этой карте вполне себе весело будет но это если будет дохренища лайков вот такой вот я поразить до лайки выпрашиваю засранец на этом наверное все больше мне так особо сказать нечего ссылочка на группу вконтакте где можно надыбать эту карту есть в описании если вам нравится в принципе русские карты то вот это вам понравится прям точно а если не нравятся русские то это тоже скорее всего вам понравится потому что мне понравилось я русские карты не очень люблю так что вот так алексею спасибо за копию карты конечно же и вообще за всю эту проделанную работу красавчик спонсором огромное спасибо за поддержку тем остальным огромное спасибо за просмотр с вами был никита делай в общем-то лайки комментарии все как обычно всем пока ки друзья